Ну вот, ровно 9 часов. Здравствуйте всех! Рада вас всех видеть! Здравствуйте! Сегодня у нас год из далекого, но гостеприимного Дагестана. Вот она тут подкашливает, потому что создает фон. Ну это так ладно, на самом деле. Я очень рада вас видеть. Спасибо большое, что вы зашли. И давайте мы с вами еще немножечко пока поговорим. Может быть, мы зайдем, дадим фору, так сказать, опоздунам. Надо всех радушно ждать своих гостей. Может быть, кто-то задержался. Поэтому давайте поговорим, как у вас настроение, как у вас дела. Любаша, как у тебя дела? Все хорошо. Пью новомид. Отлично. Омега-3 пью. Отлично. Потом медвежьи пью. Омега-3 пью. Магнии пью. Магнии-4 пью я вечером. Вечером, понятно. Для хорошего сна. Омегу я 2 пью обедом. Новомин пью. А вы каждый день новомин пьете? Да. И дозировка такая же. Да только какая-то программа сейчас идет. Понятно. Потом зубная паста использую в кальции. И это кинот. Кажется. Такая же. Сейчас, подождите. Кинот-то. Кинот-то. Лимонграсс. Это тоже зубная паста. Чередую я их. Это кинот-то. Когда я с ними зубы чистила. У меня даже камень упал. Зубной камень бывает. Да. Когда мне люди говорили. Зубной камень бывает. Я думала это обман какой-то. А когда у меня зубной камень упал. Сама, короче, достала. Удивилась я. Хорошо. От всего плохого, ненужного, конечно, избавляюсь. Мне, допустим, нравится с прополисом. Потому что содержание прополиса. Дезинфицирует дополнительно полусерта. И все мелкие трещинки, которые у нас есть в прополисе, очень хорошо заживляет, восстанавливает. И вообще, конечно, у нас большая линейка есть. С продуктами птенки. Это наши знаменитые ЭПАМчики. ЭПАМов у нас целая коллекция. На любой вкус, как говорится. Пользуюсь я не хочу. ЭПАМом пользуются как родителям, так и детям. И всем очень нравится. Люба, ты где-то включись, пожалуйста. Как у тебя дела? Пью я тоже, как и все сибирское здоровье. Релакс-бок, магний, чай, антистресс. Перуанскую маку пью. Отлично. И маку, значит, ты взяла. Понятно. А вы всей семьей маку потребляете? Я ее три взяла и пьем всей семьей. Внук у меня пьет. Ира, и жену вторую коробку допивает. Железо пьет. Так что мы на витаминах. А как зубную пасту? Ты уважаешь, Люба? Кто ее не уважает? Конечно, уважаю. У меня тоже зубная паста с прополисом. С прополисом. Ирочка, расскажи, пожалуйста, подключись. Какая у тебя любимая зубная паста? Какую ты любишь пользоваться? Я люблю пользоваться прополисом. И еще у меня любимая паста черника-древесный уголь. Очень хорошая, отбеливает зубы. Красная. А прополис, ты Оля уже говорила. Десна вылечивает быстро. Вот эти у меня две основные пасты пока. Понятно. Хорошо. Ну да, у нас еще есть природная профилактическая паста Корень Энерджи. И вот эта вот паста Корень Энерджи, она в таком черном тюбике, она заняла среди опросов по стоматологам первое место на протяжении нескольких лет она занимала. Профессионалу очень хвалит Корень Энерджи, потому что там содержатся наши природные компоненты, как экстракт хвои и другие травочки. Поэтому снимают также воспаление с десен и микрофлоры устанавливают. Поэтому зубные пасты у нас состоят практически на 100% натуральными. У них состав на коробочке написано там, допустим, 98% или сколько. Так что вот такие вот у нас замечательные хорошие зубные пасты. Так, кто-то у нас тут уже взял, может быть, отключился. И что же теперь мы кого будем еще ждать, чтобы нам провести наконец-то розыгрыш. Пока мы тут проболтаем. Так, где народ сегодня? Остались все счастливчики. Остались все счастливчики, все победители. Всем можно вручать спокойно подарок. Я думаю, что мы сегодня подарок вручим нашему гостю, потому что она молодец, она самая первая пришла. Я думаю, заслужила подарок. И у нас такой подарок сейчас очень актуальный. Это корень. Так что я вам переведу денежки. И вы себе в тибирском здоровье выпейте корень. Это от нас, от всех вам подарок. Вы у нас сегодня звездный счастливчик. Поплодируем вам. Поздравляем! Поздравляем! Спасибо большое. Вы зашли, очень хорошо рассказали про себя. Рассказали про то, что как вы принимаете. А сколько много вы принимаете продуктов. Я думаю, что слово много здесь не подходит. Они все из программы у вас. Программа у вас подобрана грамотно. Да. Очень любите у тибирское здоровье, продукцию сибирского здоровья. Расскажите. В общем, я так расскажу. Я один год очень сильно заболела. Я занималась сибирским. Тогда еще, как сказать, это было несколько лет тому назад. Наверное, лет 10 прошло, наверное. Я это очень сильно болела. Я моей наставнице звоню. Я говорю, Наташа, мне очень плохо. Я умираю. Я даже глаза закрыть не могу ночью. Боюсь, среди ночи, что умру. Она говорит, не надо, не надо, говорит. Калиша, так сказать. Она говорит, вот на днях будет, говорит, школа лидерская. Приезжай, говорит, Махачкала. Я тебе помогу, короче. Ну, подболела я, поехала. Поехала, послушала, там побыла. Короче, сколько получает, тоже вызвали меня, тоже вызвали. Мне тогда команда была, хотя хоть я болела, вот так. Ну, потом, когда уже уходили все, она выписала мне то, что мне нужно всю программу. Начиная с три гельма, стоки чистоты, там другие, уже это омега-3, другая омега, короче, все, все, что нужно, очищающее, все, она мне выписала. И такой большой этот запись тоже, виток, отправила меня домой, вот так. Все равно я ей звонила, у нее спрашивала, вот так, вот там написано было. Я все равно у нее, ну, никогда она не говорила, я тебе писала же, зачем ты меня мучаешь, не говорила. Она очень внимательно слушала, и каждый раз она мне объясняла, вот так, вот так. Я это выписала и вылечилась, я человеком стала. Вот такая, это сила у наших трав, короче, сибирское здоровье. Да, действительно, на самом деле, иногда кажется, что все, что состояние такое тяжелое, но наши сибирские продукты очень помогают восстанавливать наше здоровье. Восстанавливают наш иммунитет, дают нам сил, поднимают настроение нам. Потому что все, что вокруг нас, все, что, как говорится, Господь создал, это все создал для нас, для людей, чтобы мы этим всем пользовались, лечились и были счастливы. Потому что все, что вокруг нас, это все создало создателем для нас. И нужно всем этим пользоваться, потому что уже много тысячелетий до того, как химическая промышленность свои оболоты взяла в фармацевтическую промышленность, люди лечились травами, настоями, мазями и порошками, чаями. Это очень, все очень полезно. Все тысячелетия, что человечество существует, всем этим очень лечились. Сушили, перетирали коренья, настаивали. Потом учились уже приготовить более другие продукты, которые помогают для здоровья. И всем этим очень активно пользуются. Потому что, конечно, нам нужно смотреть на истоки, на наши. Так как наши прадеды помогли, и нам также нужно лечиться. Потому что, как говорят, все новое, то, что давно забыто и старое. То есть нужно всегда смотреть на свои истоки, так как лечились наши деды и прадеды. Это все придаст нам сил. Жаль, конечно, что некоторые секреты все это уходят. Но будем надеяться, что благодаря Сибирскому здоровью все это, часть всех вот этих достояний, то, что Сибирскому здоровью есть, все это будет сохраняться, передаваться. И самое главное, приумножаться. Потому что, как говорит президент вашей компании, я покупаю самые последние разработки в лабораториях. Я на это искуплюсь и покупаю все самое, самое последнее, то, что есть в достижениях. Потому что, во-первых, мы этим и поддерживаем свою компанию, что она становится более конкурентоспособной. И также продвигаем новые продукты на рынке, интерес всегда есть. И также мы усовершенствуем какие-то новые свои, добавляем компоненты, старые составы, тем самым улучшая. Вот сегодня Марина Рязанова читала очень интересную лекцию. Мне часто поступает вопрос, как же в мегавитаминах содержатся те витамины, которые нужно принимать в разное время суток. Так вот, оказывается, что сейчас технологии дошли до такого, что каждая витамина находится как бы изолирована друг от друга в такой капсуле. И каждый витамин попадает в нашем организме именно туда, куда нужно. Точно-то целенаправленно и именно туда, где локализовано какое-то заболевание или какое-то недомогание, или что-то еще там стоит, какой-то там может быть отек какой-то. Вот все туда идет и работает так, как это положено. Я очень рада, что вы пришли, несмотря на то, что даже в некоторых крепкие сибирские морозы, но несмотря на это у нас у всех крепкое сибирское здоровье. Да. Спасибо, что меня нашли через YouTube. Я тоже очень рада, что вот так вот у нас состоялось, теперь скажем, знакомство более близко, потому что благодаря сегодняшнему интернету и возможностям интернета, находясь на расстоянии между друг другом тысячи километров, мы можем общаться, поприветствовать друг другу, делиться какими-то своими вещами. Пожелаю вам доброго здоровья. И это очень приятно, и это здорово, потому что вот если бы мы не пользовались сибирским здоровьем и не транслировали этого в мир, то тогда мы бы так и не встретились. А так как мы любим очень продукцию и хотим вам про это рассказать, про то, что мы получаем замечательные результаты, получают замечательные результаты нашей семьи, получают результаты наши друзья, знакомые, близкие. И конечно, мы про это хотим говорить, потому что жизнь у нас стала лучше, жизнь у нас стала бодрее, активнее. И у нас появляются, конечно, новые друзья. Я могу сказать, что те, кто в сибирском здоровье, у нас нет одиночества, потому что у нас каждый раз появляются новые друзья. Как говорится, жизнь отсеивает по многим параметрам. У кого какая-то работа, или дети, или внуки, у кого заботы какие-то появляются. Но все-таки вот эта маленькая такая, но прочная ниточка, как любит сибирскому здоровью, она всех объединяет. И всего лишь на 15 минут в понедельник встречаемся. Но это очень теплые встречи. И, конечно же, я буду очень ждать с вами встречи через неделю. И еще раз поздравляем нашу. Спасибо. Всю неделю у вас будет все самые хорошие новости, самые хорошие, замечательные, все песни в вашу честь, все цветы будут свести в вашу честь, птицы будут свести, потому что вы у нас, звездочка всего доброго, всего хорошего. Была очень-очень рада вас видеть. До свидания. Спасибо. И мне тоже. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо за интересную беседу. Взаимно.